Всем привет! Давно я для вас ничего не готовил. Есть у меня для вас интересная информация. Но это касается, конечно, жителей Германии. На ebay Kleine Anzeige вы можете почти бесплатно приобрести айву. Сейчас, в данный момент, сезон айвы, и поэтому с нее можно очень много чего приготовить. Я нашел бесплатную айву. Я сейчас поеду к человеку, который ее отдает, наберу ее, и завтра на работе я ее приготовлю. И сделаю мармелад с добавлением орехов. У меня, кстати, на канале есть, можете посмотреть, только без орехов. Ну, в сути, это не меняет. И приготовлю я варенье. Должно получиться очень вкусно. Ну, на этом все. Давайте. До попозжего. Ну вот, я уже насобирал две вот такие ванны с айвой. Ну, еще одну я возьму, и достаточно, в принципе, работы здесь. Переработать все более, чем достаточно. Так что, тип тем, кто живет в Германии, просто просматривайте eBay Klein Anzeiger. И можете набирать при небольшом везении айву бесплатно. Эта айва растет сама по себе. Она не обработана удобрениями. Тем она и хороша. Хоть она и страшненькая, корявенькая. Пахнут они, конечно, высший класс. Что тут говорить? Ну, все, ребятишки, мне вполне достаточно. Я насобирал три 20-литровых емкости, и я с опоконной совестью отправляюсь домой. Завтра на работе все переработается, и буду готовить варенье, испанский мармелад и, возможно, что-то еще. Ну вот, ребятишки, значит, смотрите, приехал я с айвой сегодня на работу, и теперь мне нужно разделывать. Я ее четыре раза хорошо промыл, и теперь мой напарник Маурицио решил мне сегодня помочь. Очень благородный с его стороны. Просто сейчас пробки на дорогах. Он сказал, я лучше с тобой отсижусь, помогу тебе, а мы за это время всю айву переработаем. Значит, я буду готовить одновременно сразу и мармелад, и буду готовить айвовое варенье с добавлением орехов. Значит, все внутренности, семечки и так далее, все, что несъедобное, мы это собираем. Из этого я буду варить сироп, точнее, не сироп, а так называемый фон. Так, ну, чтобы вам было понятно, это то, что я приготовил для мармелада, в принципе, не так мало. А то, что режет Маурицио, это для варенья. Все пропорции я вам скажу, чего и сколько. То есть вы не ориентируйтесь на то количество, которое я готовлю, вам это совершенно не нужно. А ориентируйтесь именно на количество, скажем, я буду брать, как правило, на один килограмм чищенной айвы без ничего. 700 грамм сахара. Для варенья я возьму пол-литра жидкости на килограмм сахара, а на мармелад всего 150. Мармелад я буду варить одновременно в три захода без перерыва по 40 минут, а варенье я буду варить также в три захода, но растяну его на три дня. Позже вы все увидите. Потихонечку я уже начинаю готовить мармелад. Значит, смотрите, я уже отдельно сварил вот из всех обрезков, которые у меня остались, добавил произвольно воды. Не совсем произвольно, потому что вы помните, что мне нужно для мармелада по 150 миллилитров на килограмм. Сразу отправляю все это в сито и в мерный стакан. Мне нужно чуть больше двух литров жидкости для мармелада. Все, этого достаточно. Обрезки обратно, пускай варятся дальше. Это будет для варенья. Заливаю этот бульон в кастрюлю и сразу же отправляю сюда сахар. Сахар я взвесил. У вас, вы помните, по 700 грамм на килограмм чищенной айвы. И теперь я варю сироп, пока сахар полностью не растворится. Ну, если какая-то маленькая часть не растворится, ничего страшного. При дальнейшей варке мармелада сахар весь полностью растворится. Так, айву для варенья в зависимости от размера я нарезаю либо на 4, на 6 или на 8 частей. Серединку вырезаю, хвостик отрезаю. То есть все то, что в варенье нам мешать, не должно его употреблять. Проще вырезать вот так, для меня, по крайней мере. Потому что если вырезать вот так, то можно пораниться. Сосользет нож, а так поставил плотно на доску. Раз и вырезал. Ну, здесь каждый решает за себя сам, как ему удобнее работать. Нам осталось уже немножко. Мы подходим к заключительному этапу. И перед тем, как я начну варить варенье, я айву отбланширую в кипящей воде. Я, конечно, мог бы это сделать и в конвектомате. Ну, и у вас, ну, у каждого уже дома есть конвектомат. Поэтому, чтобы мы были на одной волне, я творю ее. Сироп мой готов. Я его заливаю в кастрюлю. Аккуратненько, так как сироп горячий. Так, я отправляю сюда айву. Айвы у меня примерно чуть меньше 15 килограмм. Вот мы вдвоем с коллегой разобрали всю эту айву за 2 часа. Так, вот у байдарочника отжал весло. Оно мне понадобится. И буду варить айву 40 минут. Так, ну, для варенья мне понадобится жидкость 4 литра 850 миллилитров. Ну, это отходы. С ними я уже делать ничего не буду. Они пойдут в мусорное ведро. Ну, и все то же самое. Варим сироп. Засыпаю сахар. Чуть больше 6 килограмм на мое количество айвы. А так вы берете также на килограмм айвы 700 грамм сахара. И пол-литра бульона айвового. Пока сироп варится, я бланширую айву. Бланшировать айву я буду минут 8-10. Сейчас посмотрю. По времени. Для варенья айву обязательно нужно слегка отварить в воде. Иначе сама айва потом варенье будет жесткая. Поэтому отвариваем. Как вы видите, у меня количество воды большое, примерно 80 литров. Поэтому вода должна кипеть. А не то, что вы бросили большое количество айвы в воду, и у вас вода затухла сразу. Этого быть не должно. Вода должна кипеть. Закрываю крышку и жду 10 минут или 8. Сюда я уже заранее налил холодной воды. Здесь я буду сразу айву охлаждать. Мне нужно прекратить процесс варенья. Иначе она будет слишком мягкая, и она потом расползется. А мне хочется, чтобы дольки остались целиковые. Сейчас айва опустит сок, и жидкости станет больше. Сюда могу отправить немного специй. В данном случае бадьян. Ну, на это количество 5 звездочек бадьяна. Ну, и 3 палочки корицы. Да, и пусть вас не смущает такой темный цвет айвы. Потому что это нормально. Это ничего страшного. Если вам будет казаться, что она испорчена, нет. Она не испорчена. Она такая на самом деле. И тем более, как только чищеная айва соприкасается с воздухом, она сразу темнеет. А вы видели, какое количество у нас айвы. Тем более, что готовый мармелад у нас будет все равно темный. 8 минут хватило. Я сразу отправляю айву охлаждаться в холодную воду. Так, ну, а эта вода нам больше не нужна. Я ее выливаю полностью. И сюда заливаю сироп. Отправляю айву обратно в кастрюльку. Сироп готов. Я заливаю сиропом. Да, кран я закрыл. Чтобы они не думали, что я с открытым краном. Чтобы у меня весь сироп не вылился. Готово. Перемешиваю аккуратненько. Доведу до кипения. И дам повариться буквально 10 минут. Затем я варенье извлеку из емкости. И варить дальше я его буду завтра. Потому что мне нужно, чтобы оно полностью остыло. Все, варенье у меня покипело. Я его теперь полностью удаляю из емкости. Постараюсь это сделать максимально аккуратно. Чтобы мне не повредить айву. Воспользуюсь лопаткой. Так просто проще. Ну а остатки аккуратненько достану через кран. В данный момент у меня примерно 20 килограмм еще неприготовленного варенья. Так, пока мармелад варится, я сразу подготовлю форму, куда буду его переливать. Значит, я возьму гастроемкости. Предварительно смочил их водой, чтобы было проще. Закладываю пищевую пленку и полотенчиком аккуратненько прижимаю, чтобы она у меня равномерно везде приклеилась. Мармелад я буду делать с добавлением орехов. В данном случае у меня будут фисташки, миндаль и лесные орехи. Так называемый фундук. Орехи я все на ночь залил кипятком. После этого я миндаль очистил и фундук, само собой разумеется. Фисташки точно так же. Скажу вам один секрет, если кто-то не знает, что орехи в этом случае получаются вкуснее. Потому что вся вот эта вот кожа, которая есть, она, во-первых, плохо усваиваемся организмом, а во-вторых, без нее орехи намного вкуснее и нежнее. И вот касаемо грецких орехов точно так же. Я вообще сам по себе грецкие орехи не люблю, потому что они горчат. Но после того, как их на ночь залить кипятком, эта горечь исчезает, их приятно есть. Здесь дело ваше. Хотите делать им, хотите нет. Я вам сказал, вы услышали, решение за вами. Айва у меня уже мягкая. Я удалил бадьян и гвоздику. Их я выбрасываю. Айву полностью перирую. Айву я сейчас помещу в другую кастрюлю, которая по размеру немного меньше. Доперирую ее до конца. И готовить я уже буду его в сковороде. Потому что в этой кастрюле хорошо варить, но плохо уваривать. А мне нужно уваривать. Так, перерванную айву я протру через мелкое сито. Потому что в айве есть такие маленькие, неприятные, как типа косточек. Они очень неприятны на зубах. И возможно, если я где-то айву очистил плохо, то есть осталось от семян что-то, поэтому все останется в сите. А у меня будет чистая масса. Я понимаю, что это все занимает время, но как вы хотели. Сейчас я переместил в большую сковородку. И здесь у меня почек испарения намного больше, конечно, чем в домашних условиях. Поэтому если вы будете готовить в домашних условиях, то ориентируйтесь на мое видео, которое я уже делал. Ссылку я для вас оставлю. Потому что я вижу, что я приготовлю его быстрее. Не за три раза по 40, а намного быстрее. Когда мармелад почти готов, я добавляю лимонный сок. То есть соединяю сахар с кислотой. Все тщательно перемешиваю и варю еще буквально 5 минут. Готовый мармелад распределяю по гастроемкостям. Часть я делаю без орехов, а в часть с орехами. В данном случае фисташки, фундук, миндаль. А также я решил добавить и грецкие орехи. Так, ну вот, в общей сложности у меня получилось 22 килограмма готового мармелада. Да, но осталось сделать последний штришочек, чтобы мармелад не заветрился. Его нужно хорошо накрыть пищевой пленкой. Пускай он так и остывает. С ним ничего больше не случится. Все самое страшное, что должно было с ним случиться, уже случилось. А выставил я пищевой пленкой гастроемкостью для того, чтобы мне потом было проще его доставать. Бестоман, на кухне без него, на посудомоечной, ни одна гулянка не проходит. Он вообще молодец, у него все четко, все как это положено. Все рассортировано, блин. Работает за троих. Получает, правда, за одного, но что поделать. Так. Все, у меня все готово. До завтра. Ну вот, друзья, пока раннее утро, я быстренько закинул варенье в сковородку, пока я ее никто не занял. Сейчас моя задача довести варенье до засыпания. И потом я его проварю еще 15 минут. После этого я его выну со сковороды и полностью ослужу. И доваривать я варенье уже буду завтра, так как мне нужно подготовить посуду, точнее банки. Вчера было слишком поздно все это делать. Так, ну у меня случилась небольшая авария. Ну, не столько авария, что мармелад не застыл. Значит, я его мало жидкости удалил. Теперь я буду его делать еще раз. Ну, так бывает. Видите, дома я делал нормально, а здесь я уже торопился. Я уже был 14 часов на работе, поэтому уже хотел домой. Значит, сейчас я его редуцирую еще раз. Выпарю лишнюю жидкость, и все будет нормально. У меня три гастроемкости были без орехов, а четыре с орехами. Но я думаю, что я быстро сделаю. Выпариваем жидкость. Ну что, друзья, начнем работу над ошибками. В принципе, я рад, что что-то не получилось. Это очень хорошо. Есть над чем подумать. Значит, смотрите, искать решение проблемы. Я еще раз уварил, но я опять же не уверен, достаточно ли пектина находится в моем мармеладе. То есть, возможно, я его вчера слишком быстро сварил. То есть, я не дал возможности из косточек пектину раскрыться, выйти. Поэтому он не зажелировался. Теперь я воду убавил, то есть, редуцировал, уварил. Сейчас я посмотрю. Я сделаю одну гастроемкость так, как она есть, а остальную часть я зажелирую агар-агар. Добавлять его нужно от 2 до 10 грамм на килограмм, в зависимости от того. И что очень важно, его нужно обязательно, обязательно довести до температуры не меньше 70 градусов, чтобы просто агар-агар начал работать. Можно также вместо агар-агар работать с пектином. При работе с пектином точно так же его нужно довести до 70 градусов. И прежде чем это сделать, нужно пектин обязательно перемешать с сахаром. С самым нормальным обычным сахаром. Это делается для того, чтобы просто не образовывались комочки. Только для этого. Так, ну я знаю, что у меня было в общей сложности массы без орехов 10 килограмм. Два по три и одна четыре. Да, масса стала, конечно, намного гуще, поэтому я сюда сделаю сейчас 2,5 килограмма только. А остальную часть мне нужно будет взвесить, потому что я не знаю, сколько осталось, чтобы мне добавить агар-агар. Аккуратненько запишу. 5 килограмм и 2,5 там, то есть 2,5 килограмма жидкости я уварил. И вот на эти 5 килограмм я добавлю по 3 грамма агар-агар. В общей сложности 15 грамм. А ну это как раз 3 чайные ложечки с горкой. Так, тщательно венчиком перемешиваю и на плеку. Один раз просто вскипятить, чтобы у нас уже ничего неправильного не произошло. Так, ну далее я вам показывать не буду. Скипячу, разделю на формы и поставлю опять охлаждаться. И в третий раз закинул старик ней вот. Так, а чем это я? Теперь варим варенье до конца, пока оно не приготовится полностью. Хотелось бы обратить ваше внимание на еще один немаловажный момент, который со мной случился. Просто я немного это проворотил, скажем так. Что бы с вами ни случилось. Когда я бланшировал айву, я посчитал, что она у меня готова. То есть я схватил за светлую айву. Она была по консистенции намного мягче, как оказалось, чем вот эта вот с темной сердцевиной. И поэтому вот эта айва, она будет у меня жестковатой. Давайте я вам еще раз покажу консистенцию варенья после его полного приготовления. Так, осталось только открутить крышку, чтобы посмотреть, какое она вообще на вид. Так, ну вот сейчас вот глянем. Вот это вот именно то, что я считал, что она как бы жесткая. Но на самом деле, как вы видите, она прекрасно режется. Но, как я уже сказал, если вы хотите более мягкое варенье, как, допустим, вот такое, это вообще распадается на языке. Хотя структуру держит. Так, ну вот этот более темный кусочек, он должен быть более жестким. Но опять же, я его спокойно разрезаю без нажатия ножа. Нет, у меня все варенье получилось мягкое. Возможно, просто последний этап варки, где я его варил на низкой температуре, где-то час двадцать, дало свой положительный эффект. Так что, теперь я вам все рассказал, что знаю сам. А вот эта светлая, она мягкая. То есть, имейте в виду, если вы любите айву, чтобы было пожестче, то отваривать ее 8 минут будет достаточно. Но если вы хотите айву помягче, то проверьте несколько кусочков. Не ограничьтесь так, как это сделал я, только одним. Как раз я взял один, и он попался мне мягким. И я посчитал, что все нормально. Оказалось, не совсем так. То есть, вот эти темные, они жесткие. Они и останутся жесткими. Их можно размягчить только, если сварить в воде. Я могу, конечно, это сделать, но я это оставлю, потому что лично я предпочитаю жесткую айву. Так же, как в детстве, и варенье из вишни. Я всегда любил только хорошо сморщенные, вываренные вишенки. Мягкую не любил. Варим до полной готовности. Свет я вам потом покажу, какой он будет. Так, ну и для стерилизации я подготовил уже банки, которые я ближе к тому, как к варенью приготовится, простерилизую. И через мармеладную воронку помещу все варенье по банкам. И разделю между работниками. Ну, львиную долю я, конечно, оставлю себе. Ну что, друзья, мое айвовое варенье готово. Свет мне нравится уже очень хорошо. Сколько я его варил, точно я вам не скажу, потому что у меня на кухне, помимо варенья, других забот хватает. Ну, примерно я его варил, может быть, час, может быть, час двадцать. Потихонечку, не торопясь. Это первые два раза они, скажем так, не совсем играют роль. Кипячу ли я их или пять минут, или кипячу десять минут, это совершенно роль незначительная. Самое главное, что когда я варю их третий раз, я готовлю их до готовности. Я пробую их уже на вкус, я смотрю на цвет. Цвет должен быть такой темный. Сейчас часть варенья я заберу, а в часть варенья добавлю грецкие орехи. И поварю еще десять минут. Специально не добавляю орехи сразу во все варенье, потому что есть у нас такие, которые аллергично на это все дело смотрят. То есть у них аллергия, они не могут есть орехи. Орехи буквально вот чуть-чуть совсем. Дам им тепловую обработку, чтобы они прогрелись, и все. Ну, а здесь у меня уже банки постерилизованы. Ну, и я при помощи воронки для мармелада перекладываю варенье по баночкам. Распределяю так, чтобы достаточно было и самой мякоти, ну, и, естественно, и жидкости. Закручиваю, переворачиваю. Опять в гастроемкость с отверстиями. И еще раз пропарю. Пропарю и так оставлю их до утра, чтобы они у меня остыли. У вас, естественно, такой возможности нету. Вы просто можете накрыть одеялом, и чтобы так они у вас равномерно остыли. Все, варенье готово. Все, банки я еще раз простерилизовал. Сейчас я сначала поделюсь с шефом, потом оставлю себе, а потом распределю по работникам. Далее, давайте разберемся теперь с мармеладом. Вот это тот мармелад, который я ничем не загущал. То есть он по консистенции сам такой за счет своего пектина. А весь остальной мармелад у меня загущен пектином. В принципе, этого даже не нужно было делать. Но, как говорится, лучше перебздить, чем недобздить. С одной стороны, я, в принципе, доволен, что так получилось. Что я вам показал, как можно из такой ситуации выйти. Все-таки другое просто большое количество. Уже временной отрезок приготовления немного длиннее. С этим нужно считаться. Давайте я вам хоть покажу консистенцию. Какой он получается. Вот так вот я его нарезаю, чтобы вы видели. Вот такой вот он красавчик получается. И такой мармелад отлично заходит с красным вином и сыром. С белым вином он тоже прекрасно заходит. Но это уже на ваше усмотрение. Немножко французского багета, немножко взбитого до бела масла с солью и мармелад. Отличное сочетание. Теперь решающий момент. Мне нужно посмотреть, сколько у меня осталось после уваривания. Я все пакетики подписал, чтобы мне знать, где какой мармелад. Потому что на вид плохо видно. Так, ну вот это все, что с орехами. 10, 200. Убираю. Так, на ноль. Это все, что без орехов. 6, 300, 10, 200, 16, 500. Ну вот теперь все. Ну, на этом я свое видео про испанский мармелад и про варенье из айвы заканчиваю. Надеюсь, хотя, несмотря на то, что это видео было очень длинным, оно было для вас полезным. Но если не полезным, все равно мне было приятно, что вы просмотрели мое видео. Я на это с вами прощаюсь. И, возможно, до новых видео.